Ну а что касается нашего князя Серебряного, который примерил наконец-то шапку Мономаха и стал полноправным царем мировых лыж, Максим Валикжанин. Вчера была роскошная церемония награждения в центре Фалуна и все мы слушали снова российский гимн, радовались этой великой победе Макса. Еще раз всех поздравляем. Ну а сейчас первый полуфинал. Итак, шесть этапов. Протяженность дистанции километр 200 метров. Каждый из спортсменок трижды будет соревноваться. Первый номер сборной Норвегии. Дальше Швеция, Польша, Швейцария, Франция, Казахстан, Украина, Австралия и Великобритания. Анастасия Слонова, Елена Калмина, сборная Казахстана, Украина, Марина Анцибор, Екатерина Сердюк. Вот такой состав. Эсберг Фалла у норвежек, у шведок. Олимпийская чемпионка в эстафете Ингемарс Доттер и Стина Нильсен. Стина Нильсен, которая здесь блеснула, стала второй за Марит Бьорген в личных соревнованиях. Ну и вообще, если говорить про Нильсена, она в нынешнем сезоне просто великолепно выступает. И несмотря на молодость, уже за плечами не один выигранный титул. Итак, первый этап командного спринта. Всего таких эстафра практически полностью совпадает с той, что мы видели. Раз мы отмечаем очень серьезный, очень сложный круг сразу же. Спортсменки и спортсмены будут бежать в подъем. Вот то, что мы сейчас видим. И Юстина Ковальчик на первой позиции очень уверенно работает. Я, кстати, хочу сказать, что сегодня юбилей у Александра Попова, знаменитого биатлониста, ныне трем. И Юстина Ковальчик на первой позиции очень уверенно работает. Я, кстати, хочу сказать, что сегодня юбилей у Александра Попова, знаменитого биатлониста, ныне тренера в составе российской сборной. Олимпийский чемпион, чемпион мира, серебряный призер Олимпиады. 50 лет Александру Попову. И от всей души, конечно, его поздравляем. И еще я хочу отметить. Обязательно... Все-таки хотел это сделать накануне, но роскошная победа Максима Валикжанина помешала в хорошем смысле. Но, тем не менее, сегодня еще не поздно. Александр Тащин, руководитель спортивного вещания ВГТРК. Очень маститый телевизионный деятель. Горд присутствовал на России 2, уважаемые друзья. И вот трансляция этого чемпионата тому подтверждение. Итак, пока, во всяком случае, мы видим, как уверенно начавшую эту гонку Юстина Ковальчик, двукратная олимпийская чемпионка. Парочку позиций потеряла и представительница сборной Швеции Ида Инги Марсдоттер. Одна из тех, кто сотворил, ну не сенсацию, наверное, но великий подвиг. С точки зрения шведского народа, победив в эстафете. И осталась тогда норвежская команда вне черты призеров. Это было в Сочи. Посмотрим, как сегодня будут развиваться события. И вот сейчас на первом этапе даже небольшой просветик есть. Но очень уверенно прошли и швейцарки. И представительница Франции здорово отработала. Селяй Монье сейчас стартует за француженок. Сераио Боннер сменила Лаурен Вандеркрафт. Это сборная команда Швейцарии. Ну а у норвежек Майкен Фаула. Олимпийская чемпионка. Любопытно, что Эсберг была второй в Сочи. Спринт тогда индивидуальный проводился коньковым ходом. Ну а что касается Стины Нильсон, которая бежит сейчас за сборную команду Швеции. Эта спортсменка делала все для того, чтобы сражаться с Марит Бьорген в индивидуальном спринте. Но все-таки победить Марит не сумела. Бьорген три титула подряд имеет в индивидуальных спринтерских соревнованиях. И это фантастический результат. Кстати, Ингемерс Доттер тоже очень хороший спринтер. Не получился у ней фалунский индивидуальный турнир. Но в 2013 году за Бьорген была именно вот эта представительница Швеции. Ну и вот также мы видим, что за сборную Польши опытная Юстина Ковальчик, которая особую ставку в нынешнем сезоне делает на спринт, она тем не менее бежит на первом этапе. Сильвия Ясковиц на втором выступает. Отметим, что состав российской сборной Анастасии Доценко и Наталья Матвеева. Девушки выйдут на дистанцию в следующем полуфинале Б. Ну а дальше нас ждут мужские полуфинальные забеги. И здесь Алексей Петухов и Никита Крюков появятся на дистанции. В первом полуфинале наши побегут вместе с норвежцами, немцами, американцами. Во втором, соответственно, шведы, итальянцы, французы, финны. Ну и вообще у мужчин состав более солидный, нежели у женщин. Девятнадцать стран заявились у прекрасных дам в эту гонку. У мужчин составил сколько побольше. Ну и вот сейчас, посмотрите, здесь же сервис бригады. Очень здорово, кстати, французская спортсменка. Не вышла сейчас на первую позицию, но достаточно крепкая сборная Франции. Неоднократно выступала в финалах этой этапа Кубка Мира. Заметные результаты показывали француженки. Еще одна смена. И сейчас во второй раз те, кто начинал, будут бежать. Сборная Франции на первой позиции. Но достаточно плотно здесь располагаются. Практически в секунде пять сборных. Королин Тома Акгей, сборная Франции на первом этапе бежит. Тоже очень хороший спринтер. Достаточно уверенно владеет коньковым стилем передвижения. Но сразу же мы видим, как очень здорово бросилась Юстина Ковальчик в этот подъем. Мало времени на восстановление. Тут бригадная работа массажиста. Сбивается мышца очень серьезно. Трасса невероятно сложная. Делают спортсменки повороты. Вот этот очень серьезный подъем. Где хозяйничала Юстина Ковальчик и в индивидуальном спринте. Но все-таки осталась четвертой. Причем по-русски написала у себя в фейсбуке, что понимает Никиту Крюкова. Была очень расстроена Ковальчик. Командный спринт. Молодой вид программы. Первые награды были разыграны в 2005 году. Так как, кстати, первой чемпионкой вместе с Хильдой Петерсон стала Марин Бьорген. У нас Степалова-Седько на том чемпионате выигрывали медали. Ну и, собственно говоря, больше побед не было. Прекрасно выступали финские спортсменки. Ропанин Куйтанин, потом Саринин Куйтанин выигрывали. Ну и отметим, что Ингемарс Доттер, вот та самая вышеперечисленная шведская спортсменка вместе с Шарлоттой Каллой, была чемпионкой мира 2011 года. И они же стали вторыми в Адмифиеме в 2013 году. А Джессика Диггенс и Кихен Рэндалл и сборная США одержали историческую тогда победу для североамериканских вышек. Но вот сейчас очень уверенно сборная Норвегии, сборная команда Швеции и Юстина стараются бороться на третьем месте. Мы отмечаем все-таки, что с учетом того, что мы видели в предыдущей гонке, тренеры, наверное, с поправкой на состояние Ковальчик не предложили ей финишировать в этой гонке. Все-таки терпеть, постараться не то, чтобы за дело сделать, а во всяком случае, во всяком случае, сделать все, чтобы не отстать. Маленькая пауза, друзья, дальше продолжим. Прошлая игра ничего не значит. Прошлые победы уже забыты. Вчера ушло навсегда. Сегодня бросает вызов. На первом этапе. Мы продолжаем наш прямой репортаж, уважаемые друзья. Командный спринт. Сборная Норвегии Майкинфала. Пишет сейчас очень здорово. Но пять спортсменок лидируют. Пока, во всяком случае, мы видим, что отрыв вот этой пятерки уже стал очень солидным. Привычный подъем. Что там того, что две команды проходят напрямую и две сборные, точнее, остальные сборные добираются по результатам. Показанным в полуфинале. Сегодня борьба будет очень серьезная до самого финиша у тех сборных, которые, например, будут проигрывать. Или если будут проигрывать двум победителям. Ну, уже десять коллективов мы увидим в решающем забеге. Наши будут следом стартовать. Четвертая смена этапа. И так еще два круга. По километру с небольшим. Но очень уверенно, кстати, Сильвия Яскович работает. И мы видим, что снова на первом месте сборная Польши особой свежести. Может быть, у Юстины мы не наблюдали после того, как она выкашивала все предварительные забеги, а потом в финале потерпела такую серьезную неудачу. Но Ковальчик тот человек, который начинает сражаться практически с первых метров дистанции. И Осперг сейчас выходит вперед. И вот от того, пусть небольшого, но все-таки преимущества сборной команды Польши следа не осталось. Это фала. Фала, которая имеет колоссальный опыт выступления вот на подобном уровне. Ида Ингемас Доттер, которая сейчас борется со спортсменкой сборной команды Норвегии. Она бежала в олимпийском финале сочинском. Но осталась на пятом месте. У нас в свое время были великолепные результаты в спринте. И вспомните, первой олимпийской чемпионкой 2002 года стала Юлия Чапалова. Затем через 4 года Алена Седько финишировала с бронзовой наградой. В сборной команде Норвегии особой зависимости от Марин Бьорген в данном случае, с учетом скамейки, все-таки не наблюдается. Потому что Бьорген очень мощно выступила в первом виде программы. Затем в скетлоне сил не хватило. И посчитали тренер, что слишком мало времени на восстановление спортсменки. Но вот сейчас... Эсберг впереди. Геморс Доттер, хорошая децентральщица. Но Ковальчик выглядит тяжеловато. Вот бросилась в глаза все-таки, что похоже Юстина не отошла. Прежде всего физически. От того, что мы видели в первый день этого чемпионата на третьем месте сборная команда Польши. Готовятся бежать француженки. Но пока безоговорочно первая позиция у сборных Норвегии и Швеции. Они практически в унисон финишировали. Пятисекундное отставание без малого сборной Польши. Итак, Майкен Фала и Стина Нильсен. Призеры Фалуна. И при всем при том спортсменки, которые выиграли несколько медалей на других турнирах. Но вот мы видим, что все-таки борьбу оказывает. Осказывает представительница Польши. Сильвия Ясковиц выглядит очень хорошо. Очень прилично. Во всяком случае сейчас. И с учетом даже отставания Юстины Ковальчик. Мы наблюдали, как пыталась привозить некоторый просвет. Пусть минимальный, но важный с психологической точки зрения. По внешнему радиусу. Колька сейчас обходит и норвежку, и хозяйку трассы Стину Нильсен. Было время для того, чтобы восстановиться. После спринтерских соревнований. У тех девушек, которые не обижали с Киатлон. Но характер соревнований. Понятное дело, организаторы на выходные дни ставят самые зрелищные виды программы. Четка чуть-чуть отстает. Сегодня, с учетом того, что мороз вдарил наконец-то ночью. На протяжении, наверное, пары недель была такая сопливая погода. И вот, наконец-то, минус два ночью. И лыжня, конечно, схватилась достаточно здорово. И сейчас пульс конженю мы видим. Эта трасса может многое выдержать. И так выходит втроем. Борьба сейчас будет за прямое попадание в следующую стадию. Четка пока уступает. Ольга первая выходит вместе с норвежкой. Причем закрывает эту калитку. Польская спортсменка будет выкатываться пока из глубины. Посмотрим, что покажет Стина Нильсон. Она обладает очень неплохим финишем. Но сейчас такой сверхсвежий все-таки не выглядело. Посмотрим, что будет на финише. Но вот она выжидала и начинает включаться как раз на последних метрах дистанции. Посмотрите, Фала как здорово работает. Зарубается Полька со Шведкой. Но Шведка все-таки не попадает напрямую. Хотя, понятное дело, по времени здесь все решится. Больше сборной команды Швеции. Итак, Норвегия-Польша первые две позиции. Мы видим, что у Фалы есть очень серьезный резерв. Понятно, что норвежки будут претендовать сегодня на самые высокие места. Это что касается, уважаемые друзья, вот этого старта. Такого быстрого, такого интересного, серьезного. Ну а следом Анастасия Доценко и Наталья Матвеева будут бежать. Я хочу сказать, уважаемые друзья, что дальше нас ждут два полуфинала с участием Алексея Петухова и Никиты Крюкова. Насматривался к участию всерьез Сергей Устюгов. Причем с Петуховым они были обладателями золота этапа Курка Мира. Но все-таки в состоянии Устюгова и наоборот очень неплохой формы и отличных финишных. В качестве нашего квадратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона, было принято решение, что все-таки бежит именно Никита Крюков. Швейцария 5 место занимает, 12 секунд отставаний. Посмотрите, какие большие проигрыши сборных Казахстана и Украины. Под минуту и минуту 16. Но все-таки даже швейцарки не выдержали, хотя достаточно неплохие спортсменки, пусть молодые. Но вот это высшая лига, куда входят, кстати, и представительницы Франции. Тут тоже 8-секундное отставание. Командный спринт километр 200, казалось бы, ожидали более серьезной борьбы, но в итоге ее не увидели. Ну и совсем в отстающих представительницы Великобритании, Мюзгрейф и Сархейл, и Джессика Итан Кейси Райт. Это сборная Австралии. Вот те команды, которые финишировали с очень большими отставаниями. А мы тем временем еще раз наблюдаем за финишными перипетиями этого полуфинала, где сборная команда Норвегии, сборная команда Польши одержали победы. Ну, в данном случае имеют возможность напрямую попасть в следующую стадию. Шведке резвости не хватило. Вот это мы запомним, потому что все-таки, все-таки Стина Нильсон, по всей видимости, пока, во всяком случае, испытывает некоторые определенные проблемы с финишем. Ну, вот, пожалуйста, табличка. Две команды, которые квалифицируются в следующую стадию напрямую. Ну, а у всех остальных будет шанс попасть по времени. Ну, и причем даже у тех, которые проиграли прилично сегодня. Потому что посмотрим, что покажут девушки во втором полуфинале, где побежит российская команда Анастасии Доценко и Наталья Матвеева. Субтитры создавал DimaTorzok